Строгие костюмы томятся в шифонерах, папки с документами оставлены на рабочих столах. Сотрудники различных фирм с удовольствием сменили душные кабинеты на футбольное поле и используют эту возможность по полной программе. И физическую форму поддерживают, и связи нарабатывают, и вспоминают счастливое детство, когда можно было все лето беззаботно гонять мяч по двору. Меня пригласили коллеги поиграть в футбол. Я решил, думаю, надо весело провести выходные и сыграть с коллегами. В детстве я играл в футбол, очень давно, конечно, уже все подзабылось. Но поиграли душевно, весело, нормально. Кубок трудовых объединений – турнир среди футбольных команд различных самарских организаций. Впервые проходит в столице региона. Самара, как город, принимающий чемпионат мира по футболу в 2018 году, растит своих футболистов. При поддержке администрации города все лето проходит спортивный фестиваль «Футбол в центре города». Каждые выходные площадь Куйбышева становится главной футбольной ареной. Открыл фестиваль-турнир студенческий факультет. Под палящим июньским солнцем на поле разыгрывались нешуточные страсти. Никаких компромиссов. Только вперед. Только к победе. Нужны все те качества, что и в обычной жизни – целеустремленность, настойчивость, ну и желание совершенствоваться. При этом, наверное, любая победа, она не дается просто так, а благодаря каким-то усилиям. И в том числе, конечно, командной игре. Так что мы командно собрались и, я считаю, показали хороший футбол. Внимательно за игрой следили и профессионалы. Бывает, что на таких турнирах можно открыть будущую звезду футбола. А потому каждый игрок стремится показать себя с лучшей стороны. Капитаны смотрят и приглашают команды именно вот с этих турниров. Так сказать, пополняют ряды нашей молодежи, которая занимается спортом и играет в футбол. Но футбол – это не та игра, где каждый сам за себя. Командный дух – вот залог победы. У каждой команды свой секрет. Мы не ругаемся просто, договоримся, чтобы не кричать друг на друга, не ругаться на поле. Мы уже чувствуем друг друга, мы настолько давно играем друг с другом, с самого детства. Несмотря на то, что спортсмены славут народом суеверным, самарские ребята ко всякого рода ритуалам относятся скептически. Все зависит от спортсмена, уверены они. Самый главный ритуал перед выходом – это поприветствовать команду соперников. И все, больше нет никакого ритуала такого особенного. Выйти – победить. Побеждать, конечно, сильнейший. А в такую погоду тяжело определить сильнейшего, конечно, и само собой. Не знаю, сплоченность команды, определенные установки. Ну и в такую погоду морально-волевые качества. Продолжил фестиваль Кубок наций. Два дня под палящим солнцем, жесткий регламент и не минуты покоя. Названия команды говорят сами за себя. Идель, Салават Юлаев, Русича. В составе представители только одной национальности. Но допускается присутствие легионеров. У каждого свой секрет успеха. Выносливость, техничность. Командная. Сексуальность. И сплоченность. Собрали команду очень давно, играем каждую неделю по разу, два, три. И в разных чемпионатах и турнирах участвуем все вместе. Все с разных районов. Собрались с тому же друзья. Эстафету в следующие выходные приняли ребята 2006-2007 годов рождения. Турнир «Будущее поколение». Ловкость, меткость и быстрые ноги – далеко не все таланты, которыми должен обладать настоящий футболист. Юные спортсмены на собственном опыте убедились – футбол – настоящая тренировка мозга. Нужно играть в пас, нужно отдавать передачи в нужный момент. Небесная канцелярия проверила игроков на выносливость. Первые матчи прошли под палящим солнцем, а финал – под проливным дождем. Однако это только раззадорило юных футболистов и разожгло мальчишеский азарт. В спорте должны трудолюбие, упорство и никакие погодные условия, я считаю, не должны влиять на то, чтобы спортсмен где-то спрятался от дождя или от снега или еще от каких-либо природных катаклизмов. Поэтому я считаю, такие погодные условия, они только закаляют и вдохновляют спортсменов на более лучший результат, на большее трудолюбие и на более серьезную борьбу. Мальчишки показали класс на поле и передали эстафету трудовым объединениям. Чтобы выйти в финал, команды проходят несколько этапов. Матчи на всех этапах состоят из двух таймов по 10 минут. В плей-офф в случае ничьи назначается серия пенальти из трех ударов. Взрослые мужчины забывают на поле о своем возрасте, о своем статусе и даже семейном положении. На футбольном поле все равны. Здесь нет начальников и подчиненных. Нет серьезных мужей и строгих отцов. Только спортсмены, которые пусть и с жизненным опытом, но все-таки с мальчишеским задором гоняют мяч. Не зная горечи поражений, но вкушая сладость побед.